МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния информационная программа события в студии Ольга Ловина. Сегодня в выпуске. Суражский кулибин на своему огороде он построил отапливаемой теплицы. Посадили на Новый год верхушку от ананаса. Растет. Задержали автоугонщика. Злоумышленник успел разобрать и продать автомобиль по частям. Что в гараже? Откуда железки? Войти в сотню лучших. Брянские предприятия борются за путевки на всероссийский конкурс. Я уверен, что работа пройдет продуктивная и качественная. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Конец света на даче. Пять садовых общества. Это больше полутысячи домов и участков. В Окинском районе с 1 августа остались без электричества. В садоводческих товариществах возле станции Снежицкая сетевая компания прекратила подачу электроэнергии. На собрании дачников и в правительстве Брянской области искала ответ на вопрос, почему, Мария Сергеенко. Садись, садись. Буду с тобой играть. Для Натальи дача отдушина. Дети Ани и Влад инвалиды детства. В квартире жарко, четыре стены, постоянный контроль. А тут воля. Когда дети у нас появились, и там уже такие непростые, то мы решили ее оставить только ради детей. Чтобы они были на свежем воздухе. На лето мы уезжаем сюда постоянно. Только ради них. Мы ее и содержим, и ухаживаем за растениями, за всем. На свет есть договор с ТЭКэнерго. Счетчик в доме. Платили исправно. Но вот уже неделю без холодильника, без воды. А потому ночевать уезжают в город. У нас только вот Господь Бог помог, вот воды нам налил. Дождю рады и у соседей. Бочки стоят под сливом. Надежда на прогноз погоды и силы 70-летнего хозяина. Насос, ручеек у меня там опущен. Включил, да, не понимаю. Вот приходится так же в крови. И наливать сюда. Запасать воду. Травой заросло, покосить нечем. Электрокосилка. Дрова печку топить. У нас электропила. И куда ни возьмись, везде электричество. Джульетта выжила. А Малик и Манон погибли, переживает хозяйка о сортах помидоров. В парнике под 50, а ближайшая вода в реке за полтора километра. А это альтернатива электрочайнику. В обществе «Буревестник-2» 290 домовладений. По этим проводам электричество поступало в 215. Рядом еще с десяток таких объединений. Ставили опоры, тянули провода за счет заводов и предприятий больше 20 лет назад. Платили в складчину. Договор был заключен с юрлицом, товариществом. Там же был и счетчик. Единый. Сколько нагорит, делили на всех. Ранее председатели лазили по столбам. 10 тысяч вольт у нас было без... Ну, не то, что без собственника, не определен. 5 километров, линия 10 тысяч вольт. И лазили председатели или люди, которым нужен свет. Ее ремонтировали. А потом проставили заявление, включите нам, пожалуйста, свет. Вот так это выглядело. Сегодня мы, как общество, не можем содержать наше электрохозяйство. То есть, чье оно? То есть, мы делаем столбы и тянем провода. А как таково, по закону, это объект высокой опасности. И начали искать, все собирать данные. А есть ли у нас, стоит ли на балансе у нас вот это наше электрохозяйство? Оказалось, провода опоры и трансформатор ничьи. Обратились в прокуратуру, та в суд. Он, в свою очередь, обязал город взять на баланс. Возьмут, но позже. По закону есть больше года на технические моменты. Есть и финансовый нюанс. Раньше общую сумму за свет собирал председатель. Сейчас в дачных домиках счетчики. По ним и платят. Но общий показатель не всегда с ними сходится. Значит, потери. Значит, воруют. А потому пусть каждый платит за себя напрямую поставщику. Мы, как юридическое лицо, на сегодня договор прекращен. Сегодня у нас физические лица. В процессе ли подготовки. Но по факту мы с вами физические лица. Договоры стали заключать летом. Не у всех, но есть документы. Лицевые счета. Два метра порода они отрезали. Подключиться обратно, это, ну как сказать, технологически, это 10 минут времени. А юридически, получается, приходится в суд подавать, в прокуратуры, в такие инстанции. Люди в этот момент без света. Это честные плательщики с договорами на руках, в которых нет долгов, им отключили свет. Договор двусторонний поставщик электроэнергии ТЭКЭНЕРГО, потребитель сейчас физическое лицо. ООО «Брянск Электро» никакого отношения к договору не имеет. Он не является стороной договора. Вот это и непонятно. Зона ответственности «Брянск Электро» – передача электроэнергии до трансформатора. И распределяйте сами, кому сколько киловатт. Мы внутрь общества не влезаем. А люди на эмоциях. Я платил деньги, я заплатил, оформил вот эту бумагу, как мне сказали. И заплатил 200 киловатт вперед, что в августе месяц, меня должны высчитывать, уже квитанция придет. И все, и было все хорошо. А здесь вдруг первого августа, понимаете, без всякого предупреждения приходим, воды нет. Проблема создана дачниками-председателями за невыполнение постановления правительства и указа президента о регистрации дачных обществ. Ни одно дачное общество в установленном законном порядке не зарегистрировано. Но это жизнь, это Россия не обсуждают. Второе. Дачные общества, которые обратились через прокуратуру и, в кавычках, избавились от своих сетей, передав их городу, процесс оформления еще не закончен. В результате у этих дачных обществ появились бесхозяйные сети, которые несут угрозу здоровью и жизни, которые никто на сегодняшний день не обслуживает. Ну, по крайней мере, не имеет права обслуживать официально. Третье. Председатели ваши с протоколами собраний обратились самостоятельно. Официальные протоколы собраний, где попросили в одностороннем порядке достопный договор. Более того, они обратились ко мне и назначили конкретную дату. 1 августа мы выехали на каждое дачное общество в присутствии ваших представителей официальных. Мы не просто так, что вы приехали и отключили, были ваши представители. В спор двух сторон пришлось вмешаться заместителю губернатора Александру Жигунову. На встрече в его кабинете Андрей Сорокин, глава Брянской электро, агрессивно, но с аргументами доказывает. Дело в том, что сами жильцы не понимают свой статус. То ли они дачники, то ли домовладельцы. Вы говорите, нет, мы не дачное общество, быть им не хотим. Мы общий прибор учетов знать не знаем, слышать не слышать. В таком случае, совершенно верно, надо действовать в рамках законодательства. Хватит жить по понятиям 90-х годов, по распальцовке, по браткам. В рамках законодательства каждый собственник домовладения, давайте называть вещи своими именами. С 2016 года вступил в силу новый закон о предоставлении коммунальных услуг. Там написано, если потребитель, вернее, человек, потребляющий коммунальные услуги, не приведет на ВЖС или во что, к нему применяется понятие домовладение. Домовладение – это земельный участок со всеми расположенными на нем постройками. Мы на каждое домовладение готовы рассматривать как отдельное технологическое присоединение. Энергетики уверены, вопрос надо было поднимать раньше. Давайте все решать, если мы будем в путь. Давайте решать, если мы будем в путь. Все, мы на компромиссы на любые пойдем. Все будем в документацию делать, все, что надо. Подключите сферу. Ваши председатели отказались идти по этому пути и прислали в мой адрес письма. Мы не будем подписывать заявление, разбирайтесь сами, как хотите. Но мы разбирайтесь. Мы разбираться не будем. Это ваше имущество. Вы почему-то всегда говорите, что кто-то вам должен, а у себя даже просто документы подписать не можете. Вопрос на контроле у заместителя губернатора. Прекращать договоры с товариществами было нельзя. Нужна подготовка, стопроцентная установка приборов учета. На сегодня озвучено решение срочно возобновить коллективные договоры с дачными обществами. И за два месяца узаконить отношения. Мария Сергеенко, Анатолий Чекрыгин, Владимир Сидоров. События Брянск. Жители Брянска могут вызвать любую экстренную оперативную службу по единому номеру 112. Пока номер 112 заработал в Брянске в режиме опытной эксплуатации. До конца года планируется развернуть систему 112 на территории всей Брянской области. В Сельцо состоялось открытие памятной доски героя Советского Союза разведчику Виктору Лягину. Установили ее на улице имени героя у дома, в котором он родился. На торжестве собрались представители администрации Сельцо, председатель ветеранской организации УФСБ по области, депутаты, школьники, местные жители. Вспомнили на встрече жизнь героя, его заслуги. Участники выразили большую благодарность всем, кто помогал в открытии памятной доски. В годы Великой Отечественной группы Виктора Лягина устраивала диверсии, добывала и передавала в центр ценную разведывательную информацию о противнике. В марте 43-го Лягин был схвачен при выполнении задания. На допросах под пытками не выдал участников группы. В июле того же года Лягин был расстрелян. За образцовое выполнение спецзаданий в тылу противника и героизм Виктору Лягину в 1944 году посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Администрация Володарского района Брянска выявила 19 незаконно установленных торговых объектов. После того, как собственники получили предупреждение о демонтаже киосков, многие решили убрать их самостоятельно. Полицейские задержали автоугонщика. Злоумышленник успел разобрать и продать автомобиль по частям. О пропаже авто в полицию обратилась жительница Брянская. ВАЗ-2110 удалось найти, как и его похитителя. Им оказался ранее судимый житель Фокинского района. Что в гараже? В смысле что? Откуда железки? Куртил. Где? На автоючниках машины. Задержанный утверждает, купил детали через группу в соцсетях. Однако, как ни выкручивайся, машина краденая. Да и у самого воровской опыт есть. Судимый ранее? Да. За что? За фильм. Какую? Кражу. Что воровал? Говори, как у тебя аккумуляторов. Аккумулятор из машин кражи, да? Из вражей, из машин? Да. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению преступления 21-летнего местного жителя. Полицейские задержали его в гараже, где хранились детали от разобранной машины. Молодой человек признался, что разобрал угнанный автомобиль и продал его по частям. В настоящее время он проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Теперь рукастому угонщику может грозить до пяти лет лишения свободы. Андрей Мамошин при содействии при службе УМВД по Брянской области. Брянские предприятия борются за путевки на всероссийский конкурс «100 лучших товаров России». В региональном этапе приняли участие 32 брянских компаний. На презентации товаров и услуг побывала наша съемочная группа. Хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, колбасы и стройматериалы. Всего 60 наименований товаров и услуг. В этом году на суд жюри свою продукцию представили 32 брянских предприятия. Нужные, полезные, а главное безопасные товары оценивают члены конкурсной комиссии, возглавляет которую заместитель губернатора Михаил Кобазев. Работа предстоит достаточно ответственной, поскольку от нас зависит действительно принятие правильных, принципиально важных и справедливых решений по оценке наших товаропроизводителей. Но учитывая ваш опыт и участие уже не первый год в этих мероприятиях, я уверен, что работа пройдет продуктивно и качественно. Победители регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» выбирают в четырех номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные», «Производственно-технического назначения» и «Услуги для населения». Наше предприятие очень активное и участвует в конкурсе «100 лучших товаров» с 2006 года. Здесь мы видим и это самые другие хлебокомбинаты, какую продукцию привозят. Мы где-то сравниваем, мы где-то учимся у каждого и также учатся у нас. Конкурс «100 лучших товаров России» в Брянской области проводится уже в 20-й раз. Кто станет победителем и представит наш регион в Москве, станет известно уже в ближайшее время. Кретина Протхилава, Анатолий Щекрыгин, События Брянск. Житель Суража собирает урожай овощей круглый год. На своем огороде он построил отапливаемые теплицы. О своем ноу-хау Суражский Кулибин рассказал нашему корреспонденту Александре Седачевой. Мы застали Александра Семенца за работу и сейчас он достраивает уже вторую теплицу, завершает прокладку парового отопления. Деньги на эту задумку Александр получил по программе грантовой поддержки начинающих предпринимателей. На эти деньги я уже купил материалы на вторую теплицу, плюс систему орошения, туман, так называемый, почти смонтировал уже, практически стоит уже. И генератор, электрогенератор. Для чего? Для того, что у нас в деревне иногда свет выключают и у нас отопление завязано на насосах. Конструкции утоплены в землю на глубину около двух метров. Эту технологию Александр подсмотрел в интернете. Сейчас я делаю верхнее отопление, ну а до этого было зимнее отопление, нижнее. Именно подогревалась только чисто одна земля, но это тоже слишком большой расход энергии, скажем так, и денег на отопление. И решили сделать дровяное отопление, то есть поверхностное совместно с земляным. Верхняя часть обычная поликарбонатная теплица. Длина конструкции 27 метров, ширина 5. Проведено специальное освещение и вентиляция. Пока идет стройка в теплице пусто. Очередную партию огурчиков планируют посеять в сентябре. Весь год семья Александра питается свежими овощами, созревают даже дыни. Овощи с грядок скупают местные магазины. За зиму, получается, у нас было два урожая. Один в декабрю-ноябре был, а второй уже май, начало апреля, только конец апреля, май, июнь. Это огурцы? Это огурцы, да. Мы больше, в принципе, ничего не выращивали там. Ради эксперимента посадили на Новый год верхушку от ананаса. Растет, красота. Будем ждать урожай. После выхода на пенсию Александр увлекся сельским хозяйством. Бабушкин огород полностью задействован. Недавно в семье стали выращивать плодовые культуры. Яблони, вишню. Посадили около сотни саженцев. В качестве эксперимента вырастили даже киви и кофейное дерево. Александр Семенец уверен, что при правильном подходе и они начнут давать плоды. Александра Седачева, Евгений Седачев. События Сураж. Доступные цены на товары, необходимые каждому. Речь о медикаментах. В Володарском районе Брянска открылся фарм-маркет государственной аптечной сети «Брянск Фармация». Лекарственные средства, парафармацевтика, оптика, медицинская техника. Всего более 4000 наименований продукции. Все это можно найти в обновленной аптеке по улице Пушкина, 87. Эта аптека по улице Пушкина – одна из старейших в Володарском районе. Сюда за лекарствами местные жители ходят вот уже несколько десятилетий. Сегодня аптека встречает своих посетителей в обновленном формате фарм-маркета. Володарский район тоже дождался своих фарм-маркетов. Фарм-маркет у нас на Никитина аптека открыт. И теперь вот здесь, на улице Пушкина. Здесь можно зайти и мамочкам, и пожилым людям. Любой контингент, любое население все найдет здесь. И очковые аксессуары, и очковую оптику, и оправы. Мы изготовление будем производить, изделия очковой оптики. Подбор очков. Будет работать доктор. Первопроходцем по использованию концепции фарм-маркетов в нашем регионе стала Брянск Фармация. Теперь торговые залы стали просторнее, а товары не только на полках за стеклянными витринами, но и на открытых стеллажах. Покупатели могут подробно ознакомиться с приглянувшимся товаром, а опытные специалисты предоставят необходимую консультацию. Первая цель была открытие социальной аптеки. Социальные аптеки сейчас открыты во всех районах Брянской области и в городе Брянске. На сегодняшний день мы заканчиваем открытие такой формы аптечной сети, как фарм-маркет. Это 25-я аптека по счету. Я думаю, в этом году мы их закончим, и все крупные аптеки, позволяющие расположить фарм-маркет на площадях аптеки, будут открыты. Лекарственные препараты, модные оправы для очков и линзы, медицинская техника, детские и ортопедические товары, лечебная и декоративная косметика. А для самых маленьких посетителей аптечного супермаркета яркий уголок с увлекательными играми. Здесь так просторно, светло, такой большой выбор товаров, медицинских изделий, лекарств, приемлемые очень цены. Нам удобно, мы тут близко живем, замечательно. И ортопедический отдел, что хочет, что и выбирает. Новый фарм-маркет расположен по адресу улица Пушкина, 87. Кристина Протхилава, Анатолий Чикрыгин, События Брянск. Клип брянской певицы стал хитом в социальной сети. Новая работа Евы – это сценическое имя девушки, песня «Пять касаний». Причем клип на эту композицию за две недели посмотрели уже более миллиона зрителей YouTube. Напомним, весной прошлого года продюсер Макс Фадеев, отметившийся работой с глюкозой, Линдой и Катей Лель, запустил свой новый проект – певицу Еву. Это школьница из Брянска Ксения Баркунова, сейчас ей 15 лет, с которой хитмейстер познакомился на телепроекте «Голос дети». Ты останешься здесь со мной, рай, слишком тесен для нас двоих. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Оджи». Бум-сити, второй этаж. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим – ваша красота. Наша работа.